Ребята, всем привет! У меня сегодня максимально просто домашний вид, потому что сегодня 23 февраля, это была ужасная, просто ужаснейшая неделя, и у меня сегодня просто полнейший чилл день, потому что я весь день смотрела сериал, отдыхала, и всё, в принципе, больше я ничего не делала, но предыдущие три дня были просто кошмарными. Это была просто, наверное, самая тяжёлая неделя в моей жизни. Поэтому, если же вам интересно посмотреть, что здесь происходило пару дней назад, оставайтесь со мной. Здесь будет всё, и истерики, и скандалы, и интриги, и расследования. Короче, приятного просмотра, дорогие друзья, оставайтесь с нами до конца. В общем, сейчас 8 утра, у нас проходит пара в дискорде, это просто какой-то ужас. Здесь у нас задание, а вот здесь у нас, ну, типа, вся наша группа. Привет, но я не решила эту задачу, потому что я не поняла, с чего начать. Ну, походу, не я одна ничего не поняла об этом, нормально, ребята, живём. Так, у нас проходят дистанционные пары. Я лежу, типа, сплю, на самом деле я не сплю, потому что меня только что спросили, как вы уже поняли. И ещё в конце нам задают домашнее задание, и... Чё ещё нам надо сделать, боже мой? А, и скинуть домашнее задание в группу. А ещё мы занимаемся в дискорде, я ненавижу дискорд, я не знаю почему, просто я его не люблю. Сейчас я пойду купаться, собираться, одеваться, завтракать, потому что следующая пара у нас не дистанционна, она у нас очна, и у нас будет пара по ЗОЖ, ну, то есть по здоровому образу жизни. Ну что, я накрасилась, осталось только высушить волосы, и смотрите, что я вам покажу. У нас вот в дискорде есть такая группа, называется «Помни с домашней работой». Ну, и мы сюда, короче, скидываем все наши домашние задания. Потом преподаватель их проверяет, и, наверное, выставляет нам оценки. Я не знаю. Но прикол в том, что занятия у нас на дистанции, а итоговую работу мы будем писать не на дистанции. И вот это будет реально страшно. Ну что, я готова, погнали покажу вам, как у нас проходят пары по ЗОЖ. Сидим, ждём. Пока не знаем, где она у нас. В ожидании, короче. У нас есть методички, которые не сгинаются пополам, потому что они очень толстые. И, типа, рабочие тетрадки. Их мы заполняем на каждое занятие. Как обычно, у нас очереди в гардероле, но наши парни сегодня закончились, и мы, короче, уже все, едем домой. Ну что, мама забрала меня из универа. Мы заехали в магазин, заехали в Вкус Вилл. Сейчас будем себе что-нибудь вкусненькое выбирать. Я здесь очень люблю вот такие вот десертики всякие разные. Миша очень любит чизкейк. Мы с мамой сейчас заезжали во Вкус Вилл, но мы купили там пару пудингов вот таких шоколадных, да и, в принципе, всё. Вообще мы заезжали за манго. Но их там не оказалось, поэтому мы заказали в приложении. Теперь будем ждать, сказали, что в течение трёх часов нам привезут. Мне прям интересно, они будут такие же вкусные или нам привезут какие-то зелёные. Ребят, ну а сейчас я бы хотела с вами обсудить одну очень важную тему, потому что я знаю, что у меня здесь есть очень большое количество людей, которые только готовятся к поступлению и собираются сдавать ЕГЭ. Если вы ещё не уверены, куда именно вы хотите поступать, в какой университет, на какой факультет, то я советую вам сделать вот что. Я обязательно советую вам сдать профильную математику как комбо к вашей любой связке предметов. Даже если вы сдаёте там химию и биологию, то намного лучше будет, если вы ещё сдадите профильную математику. Знаете почему? Потому что вариантов просто комбинаций предметов для поступления с профильной математикой, они просто увеличиваются в несколько сотен раз. Потому что такие комбинации, как русский язык, биология, профильная математика, русский язык, химия, профильная математика, в общем, они между собой так классно сочетаются, что у вас есть намного больше возможностей поступить в какой-нибудь другой университет. Я знаю очень большое количество людей, которые передумали поступать в медицинский просто за месяц, и поменять уже ничего было нельзя. Но если бы они сразу заявили профильную математику, то у них было бы намного больше вариантов. Также хочу вам сказать, что вы можете в любой момент отказаться от ЕГЭ. То есть лучше выбрать несколько предметов. Я выбирала вообще пять предметов, потому что я была до конца не уверена. И в конце концов, за пару дней до экзамена я просто отказалась от некоторых предметов. Я сказала, типа, нет, я передумаю, я буду всё-таки сдавать там русский, химию, биологию, математику. Вот, поэтому в любом случае всегда выбирайте побольше предметов, проще от них будет отказаться, а добавить вы потом никакие предметы не сможете. Когда я готовилась к ЕГЭ, я не знала, что есть такая замечательная онлайн-школа, как ЛАП ЕГЭ. Ученики этой школы поступают на бюджет в самые топовые вузы, и каждый третий сдаёт ЕГЭ на 90 плюс баллов. Я думаю, что вы понимаете какие-то крутые результаты, причём у них замечательные преподаватели, у которых огромный опыт, которые сами закончили топовые вузы, такие как МГУ, РГУ. В ЛАП ЕГЭ вы найдёте просто всё для комфортного обучения, у них свои собственные рабочие тетради, только доступная и понятная теория без лишней воды. У них замечательные кураторы, которые также сдают этот экзамен на 90 плюс баллов, и поверьте, у них огромный опыт, которым они смогут с вами поделиться. И именно в этой онлайн-школе вы сможете подготовиться к таким предметам, как базовая и профильная математика, а также физика и информатика. А если вы запишетесь на любой из предметов, базовый курс по русскому языку вам достанется абсолютно бесплатно. Если вы хотите поступить на бюджет, то обязательно записывайтесь в ЛАП ЕГЭ, все ссылочки я оставлю внизу в описании, переходите, смотрите, введитесь сами, что на самом деле очень легко подготовиться и хорошо сдать экзамен, если у вас замечательные преподаватели. Переходите по ссылочкам в описании, вбивайте тайный промокод, который я также оставлю в описании, и достигайте вершин вместе с ЛАП ЕГЭ. Промокод действует на все предметы. Если вам интересно, как проходит воскресенье, когда вы учитесь в медиа, я вам сейчас расскажу просто в подробностях. Ну, начнем с того, что у меня только обычный мой чай. Сейчас все еще воскресенье, где-то без 15-12, я думаю, так примерно. Я начала писать анатомию. Я делаю ставки, что раньше двух ночей я не лягу, то есть я раньше понедельника не усну, это уже 100%, потому что по анатомии мне еще кучу всего делать, и извиняюсь, конечно, за свой внешний вид, потому что я очень устала. Я сижу с четырех часов. Вот, поэтому сейчас я сделаю все, что можно по анатомии, все, что смогу, все, что успею, и пойду уже спать. А учить анатомию я буду завтра. Вот, в принципе, я сделала все, чтобы у меня завтрашний день был полностью погружен в анатомию. Вот так вот. Я разлюбила воскресенье, мне кажется. Доброе утро. У нас снова начало учебной недели, понедельник, первая пара по химии. Вот, сейчас мы сидим на химии, ждем начала занятий. Скорее всего, будем делать сегодня лабораторную. Не знаю, можно ли будет вам что-то заснять, но я очень постараюсь. И потом у нас пара топов, и вон Саша уже активно к ней готовится. Мы тоже будем что-то интересное сегодня делать. Страшно. Я сегодня снова подопытная. Все обычно. На следующее же занятие с вами, первая тема, так что почитайте, вопросы будут и в первой цепи. Я тут еще мотачу. Для помощи. Слева направо с овенков. То есть от левой руки к правой. Я спасла Машу. Смотрите, какие у меня руки разные теперь. Это светлое, это тепленькое. Не до конца я спасла. Это разматривайте. Ну а сейчас я покажу вам самый ужасный день. Это был вторник. И давайте начнем наш рассказ. И просто каждый раз вот так, каждый раз такая ситуация. Каждый раз у всей нашей группы тройки-тройки. Из-за вот этой вот херни. Ну как можно здесь не плакать? Смотрите, ребят, в общем, что он написан у меня? Рин? Рин. Нос? Нос. Пластика. Пластическая операция. Пластика. Неправильно. Поле? Поле. Много-много. Сустав. Сустав. Воспалитель незаболимый. Воспалитель неправильно. Ну вот, ну что это за хрень? Карди. Сердце. Карди. Сердце. Лизис. Разрушение. Распад. Лизис. Отделение. Ну, ну. Просто потом ходишь весь день такой довольный. Ненавижу, плакать. В универе. Но я просто не могу. Просто вот, носи уже нет. И посмотрите, опять коучик. Ну, это просто ужас. Просто, ребят, мы уже кучу раз подходили к преподавателю. Мы уже кучу раз это все обсуждали. Мы говорили, что ошибки в самих компьютерах. Что тесты мы делаем правильно. Что если мы пишем письменные работы, у нас их намного лучше все пишут. Я не знаю, почему нас снова сажают за эти компьютеры. Но, честно, у меня просто уже случился какой-то нервный срыв. Потому что я просто начала плакать. Истерить. И еще даже хлопнула дверью. Дверь у меня немного стыдна, но это не важно. Потому что, ну, честно, ну как можно так довести человека? Я вообще достаточно спокойная. Прям максимально спокойная. И Сашу тоже довели. Смотрите, злая сидит. Короче, мы пришли пить кофе, потому что надо снимать стресс как-то. Мы решили заесть его картошкой фри. И готовимся к анатомии параллельно. Вот. Короче, вот такая вот у нас замечательная кафедра латыни. И замечательные тесты на компьютерах. Это 10 минутки. Очень многие, кстати, спрашивают, что такое 10 минутки. Так вот. Теперь вы видели, что это такое. Сейчас я уже более-менее спокойна. Потому что я в телеграме вам все тоже показала. Сразу выложила. Вы меня все так поддержали. Спасибо вам большое. Поэтому, если вам интересно узнать все самыми первыми, то ссылочка на мой телеграм будет в описании. Ну что, поплакали, поели, успокоились. Идем на анатомию. Все прекрасно, ребят. Уже настроение нормальное. Если вам интересно, как у нас проходит анатомия. У нас есть вот такой вот крутейший просто стол, на котором мы можем смотреть все мышцы. Вот так вот прям можно повертеть. Смотрите. И прям нажимаешь вот так вот, и все показывают. Просто зацените мою резудованную и пласт-ленту. Как классно жить. Ааа, я все-таки помогать буду. Ребят, ну, что я вам хочу сказать. Да, я сегодня снова ревела. По двум поводам. Первый, это была латынь. Второй, я проревелась после анатомии. Причем очень конкретно. У меня прям истерика была. Ну, короче, вторник это максимально ужасный день. Я ненавижу вторник, я уже вам говорила. По поводу латыни мы все видели сами. Я посчитала, что если бы мне засчитали четыре правильных моих ответа, потому что они были правильными. Ну, это слишком очевидно. Там написано все то же самое. Но почему ты компьютер это не засчитала? Я не знаю почему. И преподаватель, собственно, не захотел исправлять неоценку. То есть мне поставили двойку. Но если бы засчитали как минимум эти четыре ответа, у меня была бы четверка. Ну, это как минимум, да? Всего четыре ответа, которые неправильные. У меня уже четыре. Что вам хочу еще сказать? Анатомия. Сейчас будет идеальная просто тема. Крик души. Потому что я такой человек. Я эмоциональный человек. Пожалуйста, не надо писать в комментариях, что типа, блин, если ты так будешь плакать по поводу и без повода, то там от тебя ничего не останется. К концу учебы останется. Я живой человек. У меня есть эмоции. Я считаю, что лучше прореветься, когда тебе это нужно, чем держать все это в себе, и потом хрен-то ни во что это выльется. Не стоит доводить себя прям до каких-то крайностей, до каких-то крайних ситуаций, до каких-то истерик, которые перерастают, а куда депрессию затяжную или еще что-то вроде этого. Нет. Всегда нужно выплескивать свои эмоции. Я надеюсь, я правильно это сказала. Получается так, что в меню очень сильно занижает оценки. Это везде, это всегда. Я это понимаю, я это осознаю. Ну, просто это очень обидно. Я понимаю, что тут против системы не попрешь. Я разговаривала с преподавателем, я говорю, а что не так? Чем вам не понравился мой ответ? Почему 3-3? Мне поставили 3-3. Да, это не 2-2. 3-3 это классно, это хорошо. Но когда ты ответил на все вопросы правильно, ты точно не 3-3 ожидаешь, слушайте, да. Поэтому я все это понимаю. Но я такой человек. Я постоянно плачу. Я очень эмоциональна. Я не люблю привлекать этим внимание, честно. Вот как бы вам не казалось, что, блин, да, она сидит, плачет прямо в аудитории, потому что она любит... Она хочет, чтобы ее пожалели. Мне не нужна жалость. Я не люблю, когда меня жалеют. Я не люблю, когда меня успокаивают. Я просто плачу, потому что мне грустно и обидно, потому что я такой человек. Если мне плохо, я буду плакать. Ну что, всем доброе утро. Настрею меня сегодня уже прекрасно. Это новый день, значит, нужно прожить его по-новому и хорошо. В общем, сегодня 22 февраля. Мы будем поздравлять пацанов наших с праздником, с 23 февраля. Вот, я купила им печенюшки, и, короче, сегодня буду им их дарить. Вот, также день сегодня будет тоже очень насыщенный. У меня много планов, поэтому я беру вас с собой. На учебу вы, я надеюсь, уже досмотрелись. Поэтому сегодня будет такой день развлечений, день моей повседневной жизни. Поэтому поехали. Я пока не знаю, как бы это верить, но ладно. Робер, доброе утро. Здравствуйте, Кирилля. Спасибо. Это тебе. Доброта и красиво, Кирилля. Как иначе. Димы и тебе. Вау. Что я вам хочу сказать. Закончилась пара пепеномики, и мы пришли с Сашей, как обычно, кушать перед лекцией по гистологии. Я сегодня немного пухше из-за вчерашних слез, но ничего страшного. Мы приехали с Лиллянкой покупать подарочки. Ну, и себе что-то посмотреть. Вот. Короче, мы на Красной площади, и я сейчас буду покупать Миша подарок. На 23 февраля, потому что Миша уже скоро приедет. Чтобы вы понимали, мы просто полчаса выбирали этот подарок, и там стояла еще толпа девушек, которые выбирали то же самое. Короче, мы не могли определиться ни с размером, ни с чем. Ну, в итоге выбрали, все, купили. Сейчас просто зашли в магазинчик для дома что-нибудь прикупить. Ну что, ребят, мы пришли поужинать. Мы очень давно не виделись. Вот. Наконец-таки встретились. Просто сидим, болтаем. В общем, все прекрасно. Отмечаем окончание рабочей недели. С наступающим 23 февраля. Нас. Нас. Ура! Нина уже свой салат съела. У меня тут еще салат с креветочками и кальмар. Прекрасный вечер. Ребят, ну, я думаю, что эта серия влогов у нас все-таки уже подходит к концу, потому что, в принципе, я очень много вам чего показала, рассказала, наснимала. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех новостей раньше всех, потому что в Телеграме я с вами просто постоянно. Я постоянно записываю вам разные кружочки, рассказываю, как прошел мой день, снимаю очень много видео из медицинского также. Поэтому переходите, в описании будет вся информация. Ну, а с вами была Маша. Спасибо большое, что посмотрели этот влог до конца. Всех целую, обнимаю и до скорых встреч.